ребята всем привет с вами вика я живу 20 лет германии о том и рассказываю всем доброе утро начинаю свой новый влог у нас по 8 утра я выезжаю на работу на улице у нас сегодня сыро влажно туман посмотрите какой где-то там рассвет за домом ой люди еще в отпуск летают смотрите от самолетов шпуры все кому что я на работу я вчера приехала с дачи я ставила машину не там где надо у нас если вы заметили я паркуюсь всегда либо вон в тех кустах за теми кустами либо в гараже на я вчера приехала в те кусты там ни одной парковки не было а на гараж представляете у меня сил бы не хватило я оставила машину возле дома здесь у нас парковка запрещена стоимость 30 евро мне повезло меня не оштрафовали причем штрафует соседи звонят полицейстам и говорят у нас по домам стоят машины а штрафуйте их пожалуйста приезжают и лепят штрафы так у меня машина изнутри начала опять запотевать я так думаю что нужно и на нравом фильтр опять менять вот достать постирать и на место поставить ему всего два года представлять я прошлый раз прошлый раз реально этот фильтр стирала у меня не было денег купить новый 10 евро стоит представляете я его постирала на место поставил на это было три года назад нет да это было три года назад а два года назад я новые поставила уже вот сижу жду пока от потеет включила а я ничего и не включила что я вам тут рассказываю вот теперь включила улыбаешься души сливаются после фраз дороги пересекаются вдруг под вечером она не белая улыбаются каждый улыбаются каждый дождь Ребята, в общем, я на работе, сейчас я в туалете, это единственное место, где есть зеркало, у меня припадок смеха, в общем, читаю комментарии между делами, Анфиса пишет, вот под этим видео, да, я пытаюсь там о философии жизненной, что-то там рассказываю, мотивирую вас, ну, кому о высоком, а кому про брови, Анфиса мне пишет, а почему у тебя брови разные, я знаю, блин, так классно, они двойные смотрятся, И вы знаете, я экстра на сто лет на третьем этаже, больше там зеркала нет, и я пришла в туалет посмотреть на свои брови, думаю, какие они двойные-то, где, чтоб, как, думаю, что-то там, ну, не знаю Вчера мне писали, что я выгляжу неопрятно, что у меня с головой, да, что у меня с головой, у меня натуральные волосы, помытые, чистые, да, после душа, да, вечером, перед сном, я снимала для вас видео, они могут быть у меня и среди дня лохматые, но это не значит, что они неопрятные, они ухоженные, всегда чистые, прическа мне такая нравится, все, лохматые, там еще какие-то не утюжком, не углаженные, мне на это вообще посрать, честно, я себя уверенно чувствую, вот даже когда у меня вот так на голове, и даже когда у меня двойные брови, не знаю, мне это так не смешно, честно, Я просто Анфисе хочу сказать, ты вот прямо сейчас иди, сними свой БХ, это не грубо, это и не сарказм, и посмотри на свои груди, и у тебя одна будет больше, чем другая, а еще у нас глаза разные, один больше, чем другой, и брови тоже асимметричные, потому что мы люди, и у нас у всех у людей левая сторона или правая сторона больше, чем другая, Это абсолютно нормально, понимаете, брови у меня натуральные, чуть-чуть подкрашенные, но не карандашом, а краской я вам показывала, да, во мне нет ничего сделанного, каких-то уколов, каких-то там бьюти процедур, я не хожу, я себя чувствую так красивой, уверенной, харизматичной, Поэтому, если вы мне пишете, у меня это реально смешит, когда я говорю о смысле жизни, там где-то, да, а мне пишут, у тебя в рове разные, наверное, там левое полушарие у вас с правым тоже разное, наверное, но оно так и есть, ребята, Ой, нас смешили, спасибо, я обожаю такие комментарии Не, ну правда, ребят, ну неужели это так важно, вот как я выгляжу, ну не нравится, как я выгляжу, ну перелистывайте, смотрите, еще раз повторяю, это не бьюти канал, здесь о жизни, а не о лице, фигуре, а вчера тоже один комментарий был Макияжа нет, фигуры нет, поэтому у тебя в уши бежал, я бы громче смеялась, и он, я там все слышал Знаете, такой стих вылюбляю, не в лице, не в фигуре, дальше не помню, а в родинку на розовых губах, знаете, что-то такое, любовь это не всегда про красоту, не всегда про фигуру Я иногда смотрю, вижу, прям я специально подмечаю на невесту, смотрю, там в ней его 200 килограмм, а он ее любит, он на ней женился, понимаете То есть, главное, душа, главное, ухоженный человек, я согласна, ухоженный, это когда чистый, помытый, чисто одетый, вкусно пахнущий, гипфлект, да, по-немецки скажем А дальше это уже на усмотрение каждого То есть, если вас напрягает что-то в вашем теле, с какой-то части тела у вас идет неуверенность в себе А чаще всего эта неуверенность только в голове, эта часть тела вообще ни при чем Меняйте, делайте, как вам надо, вы будете с этим уверены Но чаще всего, даже обрезав живот, у вас в голове ничего не поменяется Прежде всего, вот здесь надо мышление менять Вот Все, ребята, закончились мои выходные в Эрингене Здесь работа была не такая сложная и тяжелая, как у меня Здесь клиентов меньше, как-то, ну, поспокойнее, что ли, чего у меня Все, завтрашнего дня, с послезавтра А вы себя дома будете работать Ну, хороший опыт я здесь тоже получила Много чего поняла, узнала Пообщалась с новыми людьми, перезнакомилась Так что так То есть, я теперь каждый раз на свои брови смотрю Там еще один эксперт говорит Ты у плохого мастера была, много брови делала От мужчины, знаете, у нас мужчины-эксперты по бровям теперь Все спокойно Знаете, я начинаю смеяться, я не могу успокоиться В общем, сейчас я еду, знаете, куда еду? На дачу Говорить с этими шефами, с Андреасом Беру с собой Вальди В группу поддержки И после гешпреха сейчас прям лететь буду Потому что я заболталась уже 26 минут Мне ехать 35, я опоздаю на 5 Если пробки не будет Вот, после я вам расскажу, чем все закончилось Что мне сказали, вот Так что ждите Ребята, это трындец Я попала в пробку Время 34 минуты, уже я не успею Надо было раньше выезжать Ну, знаете, не могла раньше выехать Потому что мы беседовали вот с филиалей Айтерин С клиентами Это был последний день Как все было, как все прошло Кто чем доволен, не доволен Знаете, тоже такой гешпрех должен был быть А, кстати, для тех, которые пишут мне там злостные комментарии Что я некоторые слова говорю на немецком языке Пролетает, ребята, согласны Но, извините, вот так получается Потому что я переключаюсь русского на немецкий А некоторых русских слов я даже не помню Не знаю, как они по-русски Потому что я их постоянно говорила на немецком Поэтому не надо мне писать, что я там выделываюсь Еще что-то У всех так, которых людей я знаю Какие-то слова говорятся на немецком языке Я не знаю, почему так В Казахстане тоже, между прочим Даже некоторые слова Вот вроде бы казахский язык его Ну, как полностью он Но некоторые русские слова присутствуют в казахском языке Потому что, наверное, до того Или как в немецком английские слова, допустим, да Присутствуют в русском, французский Потому что, когда слово не придумали название Оно было взаимствовано, допустим Как с иностранного слова, да Так и осталось Вот, так и у нас здесь осталось Что-то мы о чем-то узнали на немецком языке Так оно и осталось Хотя, возможно, уже на русском тоже это слово есть Вот, тут видите, только одна полоса получается Они кусты подстригают, что ли Поэтому машина здесь стоит И все, дальше поехали Все, ребята, разобрались мы с садом Остаются у меня два огорода Работа непочатый край Но, ух, как жарко было Хорошо, что Вальдемар со мной пошел Потому что Они вывели меня из себя В первые же три секунды Вот реально Тут есть Андреас, который хочет, чтобы все сады И огороды выглядели так, как у него То есть я должна убрать свою малину Все кусты, которые у меня есть И посадить только гемюзы, да Ну, как я могу отказаться от малины Я вот это не понимаю Сейчас я вас поставлю Так И тут такой сыр-бор начался Сам шеф от дачи Ну, не шеф от дачи Кто он там самый главный, да Он говорит, что должно быть сделано так А Андреас говорит, что должно быть сделано так И в конце концов Должно быть сделано, как в саду у Андреаса А мы говорим А где документация, как оно должно быть на самом деле Мы, в общем, сошлись на том После длительных разговоров Что будет сделано так, как у меня Но только чисто Вот, это будет сделано И они мне говорят Что почему-то только после третьего Манунга Обратилась к нам Я говорю, потому что ни в первом, ни во втором Не стояли телефонные номера Я вот пришла Тут еще есть обман И я с ним поговорила Объяснила ситуацию Почему в моем гартене в этом году Не сидят гемюзы Потому что у меня была операция А этот главный Он вообще до него как бы Только я ему, когда написала уже вот недавно Только после этого Уже когда третий пришел Он, конечно, кляр Я все понимаю Тогда Ну как, вот в этом году перекопать Я говорю Там стоят Посадить овощи в сентябре Я говорю Что я сейчас могу в сентябре посадить Зачем? Чтобы оно умерло, что ли? Через две недели морозы будут, не дай бог Он говорит Нет Я говорю А кто тогда писал Он Андреаса Смотрит, что Андреас это всем писал Я говорю Там телефонные номера не соблюдены И там стоит, что я должна гемюзы посадить Он говорит Нет, гемюзы садить не надо Надо посадить Просто перекопать, чтобы чисто было к весне Я говорю Без проблем сделаем Вот Ну и про мою операцию То, что я не могу физически в этом году работать Он не слышал, не знал Он говорит Если бы я знал, то Ну, мы бы по-другому разговаривали Почему-то не сообщила Не сообщила, потому что телефона не было Сообщать было некуда Сказала коллеге вашему Коллега вам не передал Вот Короче, такой сыр борщ Сначала мы все стояли втроем Орали здесь Ну, один одно Другой, другой Третий, третий Ну, вот хорошо Вайди был Он меня может немножко Царюк Хайден Молчавика Так что вот Все Гартен с нами Офди Арбайт Ну, работы много Ну, Вайди бы обещал, что мне поможет Вот, в общем Один участок нужно перекопать Вот так вот, ребятки Все, поехала я домой А, совсем забыла сказать Изначальная цель была Реально Гартен у меня Просто отобрать Потому что у меня Очень большая территория Очень хороший сад И наш разговор начался Не с того, что Будете ли вы здесь работать Какой сад ты хочешь нам отдать Все Один только тебе остается Осталось два Так, еду домой Созвонилась с Валентиной Моя кузина Это кузина моего бывшего мужа Но мы с ней остались Дружны до сих пор Я ее знаю с 8 лет Она очень часто бывает у меня на канале Валентина и Эмили Вы знаете, у меня просто Последние Последние три дня Ну, мы с ней подружки Знаете, мы всегда всем делимся Все друг об друге Обо друге Обо друге Про друга знаем Я вам просто Ну, говорю в общем Что у меня стресс Я просто не могу рассказать вам Какой у меня стресс Вагендатный шут Вот Потому что и сотрудники меня смотрят И клиенты смотрят Да, многие знают И дабы не выносить ссоры из избы Я вам просто в общем говорю Что у меня стресс на работе Но реально По мне Проехались танком С двух сторон Те люди Которым я доверяла Вот так скажем Во-первых Мне обидно Во-вторых Мне нужно еще Эту ситуацию Разрулить Сейчас приедет Валентина Мы будем расслабляться Завтра у меня выходной Мне нужно поставить Вот этот котелок на место Потому что Ну, я уже начинаю быть эмоциональной Что вообще запрещено Мне Мне самой Думала попьем чай Но, наверное, танк был настолько тяжелый Что мы будем пить егерь Вот Еду Нужно что-то на стол набросать Сейчас нам смахать Привет Эмили Привет Пока Эмили наслаждается видом Красивым закатом А здесь нету заката Ну, он за облаками Потому что Ну, это парочка Как всегда Бэште Бэште проинде Я могу кусаться Такие зубы Как у Акулы Витя, не петься и давай Так, костыль Витя, девочек не бьют Ну, что ты? А хексы сжигают Витя Это 200 лет назад делали Сейчас нет Сидеть Скажи, сидеть бояться Обожаю таких гостей Которые приходят со своей едой Спасибо, Витя Спасибо, Валя Спасибо, Эмили У нас сегодня У нас сегодня Мустанг Как это называется? Бюргер, да? Бюргер, который Мустанг И вот у всех А у меня салат Вкусно? И у тебя тоже бюргер Нет, у меня салат Это Эмили Это Эмили, да А, это не мой Что, сыр? Да, в ногтях Салфетка у меня на ногтях Эмили, импровизируй Совсем приятного аппетита Спасибо Всем пока Салфетка 1, 2, 3, 4